Библейский портал экзегет.ру представляет 34 глава книги «Бытия», перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Я его прочитаю. Маленькая скандальная история. Зачем она здесь нужна? Книга «Бытия» — это же книга, но сначала про то, откуда взялся Бог и человек. Это предыстория договора, завета. Потом про завет Бога с Авраамом, центральная часть. А потом про то, как этот завет исполнялся, как он развивался, передавался по наследству для сыновей Авраама. И да, история Якова полна разными событиями, но в 34 главе что-то такое нехорошее, скандальное происходит. Обычно такие истории скрывают. А здесь, наоборот, она расписана подробно. Значит, смотрите, Яков со своими детьми переселился в Ханаан. Неподалеку от города Шихема он построил себе какой-то вот стан, где он теперь пасет скот и живет. Купил эту землю. И Дина, дочь Якова, от Лии пошла к местным девушкам. Ну, понятно, у нее там много братьев, а она одна, ей надо как-то пообщаться с ровесницами. Шихем, сын Хивея Хамора, правитель этой страны, увидел ее, схватил и овладел ею. Ну, такие нравы, да, вид красивая девушка идет. Почему бы и нет? Тем более, что Яков не очень сильный, да. За ним нет большого войска. И дальше, смотрите, увидел ее, схватил и овладел ее. И полюбил он Дину, дочь Якова, привязался к ней, говорил ей нежные слова. То есть, сначала изнасиловал, потом ему понравилось. Да, тоже нравы жителей этой земли. А Хамора своему отцу сказал, возьми эту девушку мне в жены. Ну, вот, да, так, способ жениться. Изнасиловать девушку, если понравилось, попросить ее руки. Ничего себе нравы. А это вот показывает, вот в чем, собственно, проблема с хананеями-то, да. Только один маленький пример, какие там нравы царят. Почему они, вот, мера их беззакония еще не превзошла, там, долготерпение Божие, почему они потом будут уничтожены? Они вот так живут. И что сделает Яков? Это страшное оскорбление, это унижение, да, и для его дочери это трагедия. Яков узнал, что его дочь Дина обесчищена. В ту пору его сыновья пасли скот в поле. Яков не стал ничего делать до их прихода. Смотрите, Яков хитрец, активный, который без конца что-то придумывает, делает, ничего не предпринимает. Хамор, отец Шехема, пришел к Якову поговорить с ним. И тут сыновья Якова, узнав, что произошло, вернулись домой. Они были в гневе и ярости, ведь насилие над дочерью Якова, это страшное оскорбление Израилю, так поступать нельзя. А этому Хамору, который местный царек, вообще все ничего. Хамор сказал, Шехем, мой сын пленился вашей дочери, отдайте ее ему в жены. Вы с нами породнитесь, будете отдавать нам в жены своих дочерей, брать наших дочерей себе в жены. Живите с нами вместе, наша страна перед вами. Можете селиться в ней, свободно по ней странствовать, владеть землей. Смотрите, какое заманчивое предложение. Вот Яков, он вечно без земли. Он, наконец, купил себе маленький кусочек, участочек, где он может пасти скот. А тут ему предлагают, собственно, большую какую-то территорию. Мы не знаем точно, но весь город Шехем со всеми своими окрестностями для него может стать открытым. Нужно сделать только одно, наплевать на это оскорбление и унижение. Забыть его. Может ли Израиль забыть оскорбление и унижение? Не свое, а дочери своей. А сам Шехем обратился, этот насильник, обратился к отцу и братьям Дина с такими словами. Сделайте милость, я дам вам все, что скажете. Назначите самые большие выкупы, самые богатые дары. Я дам вам все, что скажете. Только отдайте эту девушку мне в жены. Ну, такой мальчик-мажор. То есть, я, конечно, эту девочку изнасиловал. Ну, сколько? Без базара заплачу, да? Как к этому относиться? Вот это же страшный выбор. То есть, воевать с ними у них нет сил. Не хватает. Их всего там 12 человек. Даже еще не 12, а 11. Вениамин еще не родился. А эти как и что сделают с ними? Да, их там в городе, наверное, несколько сот. На это сыновья Иакова ответили Шехем и его отцу Хамору хитрость. Ведь Шехем обесчестил их сестру Дину. Смотрите, сыновья Иакова. Иаков выбывает из игры. Он в шоке, он в ступоре, он ничего не может сделать. Это Ильяков, который у нас всюду находил выход. Сыновья перенимают эту его черту. Итак, ответили Шехем и его отцу Хамору хитростью. Ведь Шехем обесчестил их сестру Дину. Мы не можем этого сделать, сказали они. Отдать сестру необрезанному мужчине будет для нас позором. Обрезание ведь уже установлено еще с Авраамом, они все обрезаны. А местные, видимо, нет. На одном лишь условии мы согласимся. Если вы станете как мы, и все мужчины у вас будут обрезаны. Тогда мы будем отдавать вам жены своих дочерей, брать ваших дочерей себе в жены. Тогда мы поселимся с вами и станем с вами одним народом. А если вы не послушаетесь нас и не сделаете себе обрезание, то мы забираем нашу сестру и уходим. Они не пытаются впрямую противостоять. Они все-таки сыновья Иакова, они умеют хитрить. Но здесь, обратите внимание, они их обманывают. Они не собираются брать жены, отдавать жены свою сестру. Но мы этого еще не знаем. Хамор и Шехем согласились на эти условия. Ну, еще бы мальчик-мажор-то загорелся желанием, тут его ничего не остановит. Шехем сделал себе обрезание тут же, так сильно он любил дочерей. Прямо в их присутствии, да? Ничего не пожалею. Шехем был самым уважаемым человеком в роду своего отца. И вот, став перед городскими воротами, Хамор и Шехем сказали горожанам, эти люди настроены мирно. Пусть они селятся на нашей земле и свободно по ней странствуют. Места для них много. Мы будем брать их с дочерей себя в жены и давать им в жены наших дочерей. Но они согласны с нами жить и стать с нами одним народом лишь на одном условии, чтобы все мужчины у нас были обрезаны, как и у них. Их стада, их имущество, их скот, все это будет нашим. Если мы только примем их условия, они станут жить с нами вместе. Да, красивые слова о свободе, дружбе, любви и независимости. А на самом деле мы просто их в себе растворим. И вот возникает та проблема, которая дальше будет вставать вновь и вновь. Народ Израиля — это народ, который в отличие от всех окрестных народов, а дети Израиля уже народ. Маленький численный, но уже отдельный. Они отличаются от этих народов одним, единобожиим. Они поклоняются единому Богу. Но они малочисленные, они слабы, за ними нет армии, за ними нет каких-то огромных денег, ресурсов, всего остального. И они легко растворятся. И, конечно, окрестные народы периодически этого желают, особенно в связи с брачными планами. Ну, красивые девочки есть у этих израильтян, и у нас есть тоже, давайте обмениваться. Вот если на это пойти, то никакого Израиля скоро не будет. Вот уже здесь и сейчас будет просто народ этого самого Шихема, и израильтяне в него вольются, в нем растворятся. Что говорят сыновья? Ну, понятно, что это военная хитрость, но одновременно они говорят, вступите в отношения с Богом, пусть внешне, пусть только с помощью этого обрезания. Но вы не должны быть такими же, как окрестные язычники. Итак, горожане согласились с Хамором и Шихемом, и все мужчины города сделали себе обрезание. А на третий день, когда они еще лежали больные, ну, понятно, после этой процедуры не очень в хорошем состоянии мужчины, Симон и Левий, сыновья Якова, братья Дина, взяли мечи, два человека всего, без помех вошли в город, они же уже в договоре, и перебили в нем всех мужчин до единого. Зарубили Хамора и Шихема, забрали Дину из Шихемова дома, ее же взяли туда, да, и ушли. Затем, вернувшись на место бойни, сыновья Якова разграбили город, где была обещищена их сестра. Они угнали овец, коров, ослов, взяли все, что нашли в городе и на поле, забрали все имущество горожан, увели их детей и жены, и разграбили все, что было в их домах. Ответ на изнасилование их сестры — это полная резня всех мужчин города, включая тех, кто ни в чем не был виноват. Ну ладно, Хамора и Шихем согласен. Один изнасиловал, второй как бы покрыл, да. А есть как посчитаться с ними, за что посчитаться. А остальные мужчины, они просто там жили, возможно, были хорошие люди. Яков сказал Симеону и Левию, вот этим двум, вы навлекли на меня беду, вы сделали меня ненавистным для местных жителей, хананеев и перезеев. У нас людей немного, они объединятся и убьют меня, весь наш род погибнет. Но Симон и Левию ему отвечали, нельзя поступать с нашей сестрой, как с продажной девкой. Две логики, две правды. Яков стремится сохранить мирные отношения ради сохранения своего народа. Симон и Левию стремятся отомстить, отомстить по максимуму. Очень часто в дальнейшей истории Израиля и других единобожных народов, сообществ, эти две логики будут вступать противоречию. И ответа свыше нет. Вот Бог не выносит своего вердикта. На одной стороне сотрудничество, терпение, но оно приводит к тому, что нужно унижаться, нужно терпеть унижение, причем не только самому, но и своих слабых и беззащитных Дину отдавать на поругание. С другой стороны, месть, с другой стороны, правота, с другой стороны, ответ насилием на насилие, но это одновременно означает убивать невиновных. Что из этого должен одобрить Бог? Как надо поступать? Терпеть, в том числе, заставлять терпеть слабого или мстить, в том числе, убивать невинного? Что из этого хорошо? Мне кажется, ничего, поэтому Бог молчит. Поэтому ни одну из этих логик Он не одобряет и не принимает. 35-я начинается с совершенно другой фразы Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok